Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Я Фатима Абуталибова и сегодня в выпуске. 86 граммов смертельного порошка. В Хасавиртовском районе задержаны закладчики наркотиков. 87 граммов смертельного порошка. Посетить Дагестан. Семья из Красноярска исполнила свою мечту – побывать в стране гор в доме на колесах. День спортивного журналиста. В Министерстве спорта отметили заслуги наших коллег, освещающих спортивную жизнь в республике и за ее пределами. В Хасавиртовском районе задержаны закладчики и наркоманы. Поведение жительницы селения Баташурт Хасавиртовского района вызвало подозрения у сотрудников полиции. Женщина, заметив присутствие сотрудников правопорядка, выбросила пакет. Позже в нем было обнаружено 17 прозрачных расфасовок с мифедроном. Общий вес составил почти 86 граммов. По словам задержанной, в одной из социальных сетей куратор скидывал адреса точек, где необходимо было оставлять наркотики. Сколько вам обещали денег? 20 тысяч. За реализацию этого пакета только? Или еще в дальнейшем вы собирались? Нет. Также были задержаны еще четверо жителей Хасавиртовского района, у которых при досмотре были обнаружены свертки с мифедроном. Мы с нами другом, пока это сидение Баташурт, у нас за фактой содержался мифедроном. В данный момент по всем фактам преступлений возбуждены уголовные дела. 15 несчастных случаев на воде произошло в республике с начала июня. На водных объектах утонули 16 человек, в их числе и 6 детей. В связи с этим детский омбудсмен Марина Ежова совместно с МВД республики подготовили памятку и призвали родителей проводить разъяснительные работы с детьми. Это та проблема, которую мы не сможем решить в одиночку. Это та проблема, когда именно родители вместе с педагогами, с общественностью, просто с неравнодушными людьми должна решиться вместе, совместными усилиями. Это совсем нетрудно сказать ребенку, где он может быть, а где он быть не должен. Это совсем нетрудно проследить за своими малышами и уберечь их от той опасности, которая неминуемо влечет безнадзорность наших малышей. Поэтому, пожалуйста, будьте счастливы, здоровы, живите долго, не оставляйте детей без присмотра. Жители Ялты благодаря дагестанца Мурада Бурзиева, спасшего 11 человек во время недавнего потопа, в котором пострадало больше полусотни человек. В ледяной воде Мурад пробул более двух часов, не имея никаких подручных средств, кроме веревки, он буквально вытаскивал из воды людей. После дагестанец приносил жителям Ялты сухую одежду и поил их чаем. Свой поступок подвигом дагестанец не считает. По мнению Мурада, так поступил бы каждый. Под постами в соцсетях о геройском поступке ялтинцы просят представить Бурзиева в государственной награде. 36 600 доз вакцины «Спутник-5» доставили в Дагестан. Специальными рефрижераторами Республиканского центра инфекционных болезней вакцина «Гам-Ковид-Вак» развозится во все отдаленные районы республики. По словам сотрудников Министерства здравоохранения, самым важным в такой доставке является тщательное соблюдение температурного режима. Транспортировка осуществляется непосредственно специализированным транспортом, который имеется в Республиканском центре инфекционных болезней. Это авторефрижератор, который держит температуру от минус 20 и выше. То есть то, что необходимо для транспортировки замороженной непосредственно вакциной. Сегодня у нас имеются две машины для транспортировки, которые выезжают в высокогорные районы. А для оперативной разводки вакцины в ближайшие пару дней мы привлекаем машины автотранспорт с ДЦМК, которые будут развозить ближайшие города и медицинские организации Махачкалы. Соцсети как инструмент обратной связи для чиновников. С просьбой заменить бойлер в доме номер 49 по проспекту Гамидова в Инстаграм к Салману Дадару обратились жители многоэтажки. В квартирах после проведения процедуры опрессовки отключилось горячее водоснабжение. Балера не соответствуют госстандартам, они заниженного диаметра у нас находятся, поэтому и у нас потребители не получают должным образом тепло, но горячую воду имеется в виду. И плюс ресурсоснабжающие организации тоже, говорят, несут какие-то убытки с этим. По указанию мэра с руководством жилищной инспекции и фонда капремонта встретился в Рио заместителя главы города Алибулат Магомедов. В ходе переговоров было принято решение открыть специальный счет для приобретения дорогостоящего гидрооборудования. Тогда все средства, собранные жителями 9 корпусов домов по проспекту Гамидова, 49, будут направлены на приобретение и установку водонагревателей. Но чтобы схема сработала, проголосовать за такой метод должны более 60% жителей. Принято решение совместно с фондом капитального ремонта открыть спецсчет. Средства, которые были накоплены для капитального ремонта, перекинуть туда, на спецсчет, и оттуда израсходовать эти деньги и заменить эти балера, которые сегодня не работают. Пока соберут, пока в региональной, пока издадут приказ, пока отходят спецсчета. Все намного проще. Решение общего собрания делаете, этим решением сразу что-то открывать. Эти деньги уже лежат. Но лежат они в общем региональном. Их переведут, так, в этом-то и дело. При Минстрое есть фонд капитального ремонта. Не-не-не, о чем вы говорите? О чем вы говорите? Ни в коем случае. Мне обещал исполнитель на следующей неделе начать. Начать. Мы будем надеяться. 2023 год по указу президента России будет годом столетия Расула Гамзатова. Владимир Путин поручил правительству страны в течение полугода образовать Оргкомитет по подготовке и проведению празднования. В документе подчеркнуто, что Расул Гамзатов внес значительный вклад в отечественную культуру. Глава государства считает дагестанского поэта замечательным человеком и настоящим примером подражания для всех россиян. Отметим, что Владимир Путин был знаком с Расулом Гамзатовым. Президент часто цитирует его творчество. Шесть суток в шестиметровом трейлере. Семья из Красноярска привезла свой дом на колесах в Дагестан. Заветной мечтой путешественников было не только увидеть красоты странных гор, но и посетить мечеть, которая уже считается самой крупной в Европе. О том, как духовный центр пророка Иса Мириму даже в недостроенном виде уже привлекает туриста в регион, расскажут мои коллеги. Ощутить свободу, увидеть красоты природы и посетить новые города, обходясь без отелей. Так молодая супружеская пара, он юрист, она врач, приобрели кемпер, дом на колесах и решили исполнить свое давнее желание посетить Дагестан. Движение, ну, каравайнинг называется, вот была мечта давняя, ну, на самолет сел пять часов и ты, допустим, там с одной точки в другой точке. А у нас страна большая, вот хотелось посмотреть, попутешествовать. Моя жена мне предложила отправиться в путешествие в Дагестан. Махачкария остановились, вот вы можете посмотреть возле моря, такой вид, ни один отель, наверное, не предоставит. Вот только из-за этого мы решились, вот у меня была такая мечта, чтобы я из окна с утра видел море. Трейлер похож на маршрутку со спальным местом, в котором еще можно и готовить. Марьям признается, что о караванинге узнала впервые от супруга и каждый день находит в таком способе путешествий новые плюсы. Плюсы большие в том, что, во-первых, не надо думать о ночевке, где переночевать, то есть все свое. Можно приготовить еду, когда нужно будет намаз почитать, омовение сделать. То есть это преимущество очень множества. Удобство и можно с семьей путешествовать, с детьми путешествовать. Самым большим желанием супругов стало воочию увидеть духовный центр пророка Исы. И его главное здание – самую крупную мечеть во всей Европе, которая вместит до 50 тысяч человек. Для этого семья даже наняла специального гида, который рассказал о ходе строительства исламского сооружения, его особенных чертах и интересных архитектурных решениях. Размеры мечети у нас какие? 200-56. Шикарно. Женский уголок откуда начинается? Начиная отсюда, вот в 400, вот именно здесь. Такой огромный проект, я вижу впервые, впечатлен, естественно, проектом таким впечатлен. Есть очертания, на данный момент есть очертания мечети пророка Мухаммада, алейхи саляту асалам, в Медине. Я был впечатлен тем, что народ Дагестана участвует в строительстве, точнее строит этот проект, участвует в этом строительстве, а также знаю о том, что сенатор Сулейман Каримов, насколько я знаю, он взял на себя строительство данной мечети. Это очень хороший объединяющий фактор, хороший пример для остальных, проживающих на территории России. Исколесить всю Среднюю Азию планируют Деловар и Марьям в долгосрочной перспективе. А пока, прогуливаясь вдоль побережья Каспия, строят планы на ближайшие несколько дней. Дербент, Сулакский каньон, Салтинский водопад и другие туристические объекты Дагестана. Ларианна Шемхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Салман Дадаев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Алиханища Арабова с днем рождения присвоением звания почетный гражданин Махачкалы. Почетный гражданин Махачкалы, цархола в году есть. Алиханищ Арабов попал в ряды Красной Армии в 18 лет, в 1942 году. В то время 18-летний юноша жил в Грузии и проходил службу в этой Советской Республике. Освобождал Моздок от немецкой оккупации. Принимал участие в кровопролитных боях за Новороссийск, где в начале сентября 1943 года получил тяжелое ранение и был направлен в госпиталь Кисловодска. А после 8 месяцев лечения был демобилизован в Грузию. В 1995 году Арабов и его родные переехали на постоянное место жительства в Махачкалу. Сегодня ветерану 98 лет. Он весел, бодр и рад гостям в своем уютном доме. Фестиваль абрикосы Дагестана пройдет в Махачкале 3 и 4 июля. Выставка по дворе районов организована Министерством сельского хозяйства и продовольствия и развернется на улице Пушкина. По словам организаторов, сельскохозяйственная ярмарка расширит доступ товаропроизводителей к рынкам сбыта, а население получит качественную продукцию без посредников. Все гости ярмарки смогут также принять участие в научно-практической конференции по развитию садоводства, где спикерами выступят производители абрикосов. Реставраторы Казанского федерального университета помогут сохранить уникальные коллекции древнейшего города. Магистранты КФУ прибыли на практику в историко-архитектурный заповедник Тербента. Задача студентов очного и заочного отделений – провести мониторинг состояния сохранности и противоаварийной консервации археологических коллекций музея. Деуреум земли в момент расчистки доходил именно до внешнего средства и темного слоя. По словам руководителя проекта, художника-реставратора высшей категории, преподавателя кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии Светланы Буршневой, студенты пробудут в Дагестане до 10 июля. 2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста. С профессиональным праздником корреспондентов региональных СМИ поздравили в Минспорта. Министр Сажид Сажидов поблагодарил журналистов за их ответственное отношение к делу. В неформальной беседе поднимались вопросы по организации работы СМИ на спортивных мероприятиях, а также по взаимовыгодному сотрудничеству. В заключение встречи Сажид Сажидов вручил приглашенным почетные грамоты и другие подарки. За высокий вклад в развитие и популяризацию спорта на территории республики был отмечен и наш коллега, спортивный корреспондент Курбан Рагимов. Росгвардиец из Махачкалы выиграл чемпионат России по ММА. Военнослужащие Махачкалейского соединения Росгвардии, старший лейтенант Шамиль Курмагомедов завоевал пояс чемпиона России по смешанным единоборствам. В чемпионате, который проходил в городе Кемерово, приняли участие 250 спортсменов из 49 регионов страны. Курмагомедов провел два победных поединка. Пояс чемпиона Курмагомедову вручил звезда мирового бокса Константин Зю. Отметим, что Росгвардиец выиграл чемпионат России по ММА во второй раз. Таковы были все новости на сегодня. Я напоминаю, что смотреть наши выпуски можно также на официальном сайте nnttv.ru На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч!